Библейский портал экзегет.ру представляет В греческом там есть очень небольшие вставочки, но они большого какого-то смысла не имеют, уточняют некоторые мелкие детали. И мы говорили о том, что разные это книги. Вот в греческой версии «Исфирь» она такая почти монахиня. Она, конечно, царица, живет с царем и в царском дворце, и носит роскошные одежды, но, молясь Богу, она говорит, что гнушается всем этим, что ей это в тягость, что она только о Боге радуется. В еврейской, как мы выяснили, вообще не приведены слова никакой молитвы. Ясно, что это люди благочестивые. Они постятся, а для чего они постятся? Для здоровья, что ли, или для какого-то самоистребления? Нет, явно это их молитва. Но молитва нигде не названа, потому что это какое-то очень сокровенное для еврейского автора дело, которое не нужно каждый раз выносить на рожь. А в еврейской, посмотрим, версии, она кто? Она такая, знаете, очень хитрая и разумная, вот совсем не простушка, которая случайно оказалась в царском дворце. Какая версия? Вернемся к этому вопросу в конце пятой главы. Итак, три дня поста. Обе версии согласны. В пятой главе. На третий день Исфирь облачилась в царские одежды, встала во внутреннем дворе царского дворца перед царской половиной. Как раз, когда царь на своей половине высцедал на своем престоле лицом ко входу. Я напомню, что Исфирь сказала Мардыхаю, когда кто-то входит к царю, если только он не протянет к нему свой золотой жезл, то этого человека убьют. Да, без приглашения вошел. Вот она уже рискует. Нет, если угодно царю, пусть придет сегодня царь вместе с Хаманом, тем самым враг, который самый главный погубитель. На пир, который я устроил для царя, царь спешно велел позвать Хамана, чтобы исполнить желание Исфири. Смотрите, она очень хорошо понимает, что если сейчас она начнет бодаться с Хаманом, с главным придворным царя, с его лучшим приближенным, он скажет, женщина, что ты в этом понимаешь? Иди отсюда и вообще не приближайся ко мне больше. А как она будет это все делать? А вот очень по-женски, по-домашнему. Царь вместе с Хаманом пришел на пир, который устроил Исфирь. На пиру за вином царь сказал Исфири. Что ты просишь, дам себе хотя бы и полцарства? Так скажи, чего желаешь, и будет исполнено. Царь подозревает, что у царицы есть какая-то к нему просьба, чего ведь она его угощает. Ну, наверное, платье ей нужно новое, там, украшения какие-то, я не знаю, развлечений ей мало. Исфирь сказала в ответ, опять мы ждем, не губи, царь мой народ, он же уже, в общем, к ней расположился, уже дает ей заведомо полцарства. Исфирь сказала в ответ, вот чего я прошу, чего желаю. Если снискал я царево благоволение, если угодно царю исполнить мою просьбу и даровать мне, чего желаю, то пусть царь с Хаманом придут на пир, который я устрою до них завтра. Я же поступлю, как велицарь. То есть еще один пир. Интересно, то есть она не торопится с этой просьбой, она понимает, что ей будет очень непросто. И прежде чем просить, она располагает к себе того, кого она просит. Пусть он не великого ума человек, Артаксер здесь просто, ну, совсем не великого ума. А пусть он под влиянием злодея Хамана, пусть это все вот совершенно не повод для радости. Но она, пропастившись три дня, устраивает роскошный пир для того, чтобы расположить, для того, чтобы выбрать именно тот момент, когда царь уж совсем не сможет отказать. Вот часто мы дожимаем, часто мы стараемся всячески вот настоять на своем, вот в лицо прям сказать всю правду матку и не получаем ничего в ответ. А у Исфири по-иному вышло. Хаман, главный злодей, который хочет всех убить, в тот день шел домой с радостным, с легким сердцем. Но увидел Хаман в царских ротах Мордыхая, тот бестрепетно не поднялся перед ним, вот тот самый, кто ему не кланяется, кто на него плевать хотел. И Хаман обаял яростно Мордыхая. Но Хаман сдержался, все они сдерживаются, да, то есть тоже никто пока не давал ему позволения убивать всех направо и налево, надо подождать, будет все-таки 12 месяц, еще там осталось довольно много, да, то есть прошло всего несколько дней, отсрочено на 11 месяцев гибель. Но Хаман сдержался, отправился домой, созвал своих друзей и жену Зереш, и перед ними Хаман хвастался славным своим богатством, множеством сыновей, тем, как возвысил его царь, возвысил над правителями и служителями царскими. Вот все ему мало, да, вот второй человек в царстве, но ему один не поклонялся, и его аж клинит на этом, он рассказывает всем, какой он великий. Такой комедийный персонаж, но мы понимаем, откуда берутся злодеи. Им все мало, им не хватает, даже если им очень много дано, вот что-то им помешало в жизни всех убить. И добавил Хаман, вот и царица из Филь позвала меня с царем на праздник, который она устроила, никого иного, как меня, да и на завтра я звон к ней вместе с царем, но этого мне мало, пока я вижу, как сидит в царских вратах Мардыха и Иудей. Да, вот, слушайте, такая прекрасная жизнь, у него все есть, более того, не видно на горизонте ни одной тучки, но одна деталь портит всю картину, вот что-то не по его. И это значит убить и уничтожить. Вот откуда берутся все эти страшные вещи, вот как люди гибнут, вот как они теряют, собственно, все свое благополучие. Мы, конечно, не в положении Хамана, никто из нас не второй человек в великой персидской державе, но у всех ведь что-то есть. А ведь что-то мешает, вот пока не добьюсь своего, пока не согну в бараний рог, вот спать не буду спокойно. Подсказал ему же Назереш вместе с друзьями, приготовь столб высотой в 50 локтей, а наутро переговорить с царем, пусть повесят на нем Мардыха, а ты радостно пойдешь с царем на пир. Понравился Хаману этот совет, и он приготовил столб. Ну не будет он ждать 11 месяцев, ну как так вот сидит этот негодяй-сволочь. Царь все сделает, как я скажу, прям завтра его повесим. И столб-то какой, 50 локтей, локт это где-то 45 сантиметров, то есть 20 с лишним метров, так, чтобы его вообще видно было со всей округи. Мы пока не знаем, что произойдет. Вот, царица Исфирь только завтра на вечернем перу сможет царя попросить, а Мардыхая с утра уже собираются казнить. Мардыхай, кажется, погибнет. Что-то произойдет. А может, Бог вмешается? Помните, Мардыхай говорил Исфире, если ты не поможешь, мы будем спасены по-другому, от другого придет помощь. Явно он имеет в виду, что Господь пошлет какое-то спасение, он пока не знает какое. Не будет ли чего подобного? В шестой главе, конечно, будет.